ну и видимо пришло время перейти ко второй части здесь тоже есть своя специфика может быть некоторые проблемы может быть некоторые открытие вопроса то что касается использование чужого массового открытого онлайн курса я сейчас снова включая демонстрацию экрана и теперь вы уже видите мой курс который называется практика устные письменные речи русский как иностранный в системе moodle используемый в качестве сейчас базовой платформы базовой системы преподавателями томского государственного университета курс этот традиционно велся только в аудиторном формате понятно почему я думаю это иностранный язык о преподавании иностранного языка имеет свою специфику безусловно это большая часть контактной работы это говорение как со стороны преподавателя так и со стороны студентов это и письменная речь тоже причем письменная речь в разных форматах и печатная и письменная и у студентов иностранцев есть отдельные задания связаны именно с написанием текстов от руки как видите специфика существенная и сейчас когда произошел переход на онлайн обучение сразу же возник вопрос как переводить подобные курсы в онлайн формат и практика устные письменные речи один из тех курсов который сразу вызвал большое количество вопросов как это возможно как это сделать перед вами результат моей работы связанной с структурированием с адаптацией этого курса под дистанционное образование я вам сейчас покажу тоже некоторую часть изнанки некоторую часть начинки этого курса вы увидите как это выглядит может быть возьмете на заметку может быть кому-то это будет полезно особенно сейчас и так во во-первых конечно работа с курсом разбита на этапы сразу хочу сказать абсолютно честно до наступления дистанционного вот этого периода дистанционного образования курс практика устные письменные речи не имел аналога в системе мудро это был курс который традиционно велся преподавался иностранным студентом только в живом формате его традиционном живом формате преподавание иностранного языка то есть все что здесь сделано это сделано мной уже под конкретную ситуацию именно сейчас именно здесь и под конкретные даты они все перед вами как только возникла потребность создания такого курса а преподаватели иностранных языков русского как иностранного в частности сразу же стали решать ряд важных задач первое как выстроить говорение в рамках дистанционного обучения он безусловно здесь есть такие инструменты отключите пожалуйста у себя микрофон уважаемые слушатели я слышу то что мне слышать не следует я слышу ваши разговоры приватные и так выстраивание говорения skype зум безусловно вебинарные комнаты виртуальная аудитория в системе мудро с этим можно справиться с некоторыми проблемами о которых я тоже сегодня скажу но тем не менее задача решается следующая задача это как выстроить практическая практическую работу студентов в рамках дистанционного обучения это иностранцы которые изучают русский язык как как чужой им сложно понимать инструкции они только учат этот язык безусловно некоторые включают интерфейс системе moodle на своем языке ну или хотя бы на английском языке им это безусловно помогает тем не менее все инструкции должны быть минимизированы все должно быть понятно и максимально наглядно для решения в том числе этой задачи мной был привлечен материал чужого открытого онлайн курса это онлайн курс русский как иностранный на платформе образова на платформе открытое образование и здесь тоже есть своя специфика дело в том что как вы знаете у иностранных языков есть разные уровни и нужно чтобы материалы подбирали соответствие с уровнем изучаемого языка в соответствии с уровнем владения мне в данном случае повезло на платформе открытое образование есть курс который подходит именно для обучаемых мой студентов это уровень b1 b1 плюс он подошел идеально это было одной из базовых причин по которой я этот курс привлекла как видите структура как и в наверное любом массовом открытом онлайн курсе классическая да все разбито по неделям по модулем в рамках каждой недели подразделы и отдельные задания как это выстраивается в данном случае в рамках системы мудл я даю свои задания студентам заданий как правило несколько на неделю причем часть заданий уходит в качестве подготовки для вебинара ну давайте я вам покажу это то что у нас будет завтра то что мы будем обсуждать завтра также через зум со студентами вот их задание из учебника то есть это не онлайн курс это классический учебник по грамматике по которому мы идем с начала этого семестра и мы начинали с ним работать еще в аудитории то есть студенты это готовят и завтра мы с ними это будем обсуждать параллельно они работают с материалами онлайн курса вот их задание на текущую неделю вот пожалуйста работа с материалами курса русский как иностранный чтобы выстроить навигацию между мудлом между мудл и открытым образованием я постаралась минимизировать инструкции до ставить актуальные ссылки и актуальные вопросы которые нужны студентам чем хорош данный вариант работы в самом курсе на платформе уже есть основные виды материалов с которыми работают студенты это аудио в данном случае для иностранцев это важно они прослушивают качественные аудиоматериалы записанные специалистами целенаправленно для иностранцев это видео которое они смотрят здесь же в соответствующих разделах видео также подобранное записанное специально для иностранцев с учетом их языкового уровня это задание в том числе грамматические которые они выполняют на платформе виде тренажеров грамматических виде тестов и что очень важно это возможность записать свой голос это то что отчасти снимает проблему заданий связанных с говорением а в дистанционном формате да конечно мы общаемся в рамках вебинаров в рамках наших онлайн занятий но практика показывает что студентам изучающим язык этого мало и им хочется говорить больше отрабатывать больше навыков тем более сейчас многие оказались в изоляции в самоизоляции в общежитии кто-то успел уехать до наступления ограничений и им очень не хватает языковой среды с помощью таких заданий они могут частично снимать эту проблему уже контроль и дополнительные задания которые со своей стороны выстраивает преподаватель в рамках системы мудал позволяет студентам частично где-то и и дополнить восполнить эти недостатки где-то отработать дополнительно те навыки которые может быть остались за рамками онлайн курса что принципиально важно данном формате работы также как и на предыдущем этапе когда я рассказывала про работу с курсом в рамках аудитории преимущественно здесь конечно со стороны преподавателя очень важно направлять студент очень важно не давать разрозненные задания из разрозненных модуль нет так дело не пойдет мы пошли по порядку по курсу и по порядку идем то есть если в начале нашей работы мы брали 1 2 разделы 1 2 модули дальше идем 3 4 5 берем и так далее очень важно не только напоминать студентам о том что было пройдено да о том что было сделано но и встраивать дополняя новыми заданиями вот этот материал свою работу перед вами тоже пример еще одного задания задание опирается на один из разделов один из модулей нашего курса это раздел 2 рассказ о себе здесь речь идет о самопрезентации людей в социальных сетях вот пожалуйста и о самопрезентации человека когда он рассказывает о себе в частности на сайте аренды квартиры или комнаты для иностранцев это очень важно как вы понимаете поскольку они приезжают в другую страну и нужно научиться себя правильно представлять о себе рассказывает на русском языке с теории и с примерами того как это может выглядеть студенты знакомятся а здесь на сайте онлайн платформы затем они возвращаются к нашему курсу в системе модул и выполняют свое задание уже не на платформе а здесь здесь они пишут бог рассказывают о себе и здесь же они у меня выполняли еще одно задание которое опирается на наш изучаемый материал они записывали видео самопрезентация а для сайта аренды и человек который это видео смотрит он должен принять решение готов он сдавать комнату студенту или квартиру или не готов так минуточку пожалуйста а вот он сама презентация на сайте аренды ссылка опять же на наше открытое образование там где студенты могут ознакомиться с теорией посмотреть как это выглядит и затем записать свое видео рассказать о себе по предложенной схеме и задание загрузить как видите группа небольшая это конечно облегчает работу задание все сделали я видео сейчас включать не буду до поскольку скорость у всех разное и разные возможности просмотра просто покажу как это выглядело здесь вот здесь кто-то загрузил в таком формате у кого-то загружено видео которое но и скачивалось и проверялось хочу сказать что студенты блестяще выполнили задание и их выполнение их результаты показали что та теория которая была представлена на платформе она оказалась очень репрезентативно и иллюстративно и действительно была для них полезна таким образом еще раз приходим к выводу о необходимости выстраивания такой очень жесткой педантичной навигации по курсам со стороны преподавателя безусловно для того чтобы это стало возможно не только со своим но и с чужим курсом преподаватель должен быть прекрасно знакомым с тем курсом на которые он отправляет своих студентов здесь другого варианта быть не может необходимо знать внутреннюю логику курса как он выстроен какие там будут темы и разделы какие проблемы там поднимаются если это курс связаны с обсуждением чего-то какой какой в каком порядке это выстроена какие проверочные задания там существует да чтобы не возникло дублирование чтобы знать чем я могу дополнить эти задания что со своей стороны могу добавить если мы говорим именно о об этом конкретном примере ну поскольку это курс связан с преподаванием языка я не могу об этом не сказать это еще и выстраивание работы на перспективу да если я не знаю например если я халатно отнеслась к тому как курс выстроен не ознакомилась с ним заранее я не знаю что дальше будет подниматься тема экологии охраны природы в данном случае это может сработать против меня потому что если бы я об этом знала еще на этом этапе на первом этапе работы с курсом ну или по крайней мере на одном из первых я бы уже где-то эту тему затронула в своих заданиях а потом студенты встретиться с ней в дальнейшем в курсе вспомнят об этом для них это будет полезно особенно конечно если мы говорим об изучении языка но не только и для для другого тоже то есть можно выстраивать это как работа на перспективу можно выстраивать это как наоборот опорную точку отправную точку для работы в дальнейшем вот вам еще один пример студенты также работали с материалами этого курса здесь в данном случае я их отправляю посмотреть видео сюжет в рамках курса посмотрите видео прогулка мы его смотреть не будем небольшое видео шесть половиной минут студенты смотрят его и отвечают на вопрос когда дэннис упал с велосипедом он сказал до свадьбы заживет так кажется говорят в россии действительно в русском языке есть такая пословица напишите как вы понимаете что она означает почти все написали один человек пока еще не сдал к сожалению то есть студенты познакомились с ресурсом на другом сайте на другой платформе потом возвращаются сюда выполнять задание здесь но это еще не все следующее задание да мы уже еще опираемся на онлайн курс но уже идем дальше вот пожалуйста следующая часть уже другие пословицы там они поработали посмотрели материалы на этой платформе ознакомились с источником потом уже идут дальше и анализируют новый материал отработали здесь выполнили это задание далее немножко забегая вперед скажу что следующий этап это уже отработка данных заданий в рамках вебинара и потом когда у нас был следующий по очередности вебинар когда мы с ними взаимодействовали в рамках вот этого вебинара 10 апреля мы с ними снова обращались к этому материалу мы говорили о тех пословицах которые у них были задействованы и которые они анализировали еще в рамках того задания так сейчас я вот пожалуйста они 10 13 извините у нас с ними идут занятия через день мы очень много занимаемся поскольку специфика предмета такая и так я их снова отправила к тем пословицам они открыли свои записи посмотрели вспомнили и пошли дальше выполнили следующие следующую часть заданий они привели в качестве примеров пословицы своего языка аналогичные по значению или по форме и в рамках вебинара мы с ними это обсудили они получили свою порцию разговорной практики все еще держа в уме до помня о том примере который был в нашем видео и которые они смотрели до этого дома два занятия назад вот такой пример использования курса да опять же говорю один из примеров которые можно взять на вооружение здесь свои проблемы тоже к сожалению есть я о них сейчас немножко скажу но сначала отвечу на вопрос вопрос про кнопочку записать свое аудио диалога где ее взять в мудле вы имеете ввиду возможность записать аудио здесь знаете я к сожалению не смогу вам сказать про мудл я не сталкивалась такой ситуации возможно мне поможет светлана борисовна у меня студенты записывали видео но они видео прикладывали в качестве отдельных файлов то есть аудио в самом мудл они пока еще не записывали мы еще пока это не использовали ну и на текущем этапе я думаю что уже и не будем плюс аудио опять же записывалось отдельно но там была немножко другая ситуация они мне его присылали уже не в системе мудл а отдельно другой группе внешние подкасты но вот это то то о чем я говорю да скорее всего так и есть системе мудл я с этим к сожалению не не встречалась пока но у меня и потребности такой пока еще не было мне все таки на данном этапе удобнее анализировать отдельно файлы с которыми я работаю от студентов в том числе чтобы и во время вебинара эти файлы была возможность включить проиграть проанализировать вместе со студентами ошибки и обсудить и так времени у нас остается немного сейчас я хотела бы чуть-чуть уделить не чуть-чуть я хотела бы уделить внимание тем проблемам которые возникают и ответить на потенциальные вопросы а затем уже и на реальный я надеюсь вопрос как видите мы сейчас имеем две разных ситуации до ситуация первая предмет который не является профильным русский язык для информатика и который изучался в смешанном формате аудиторию плюс массовый открытый онлайн курс и ситуация вторая изучение иностранного языка сначала в традиционном формате а семестр у нас начинался именно в традиционном формате а затем с переходом на онлайн обучение проблемы возникли совершенно различные данных ситуациях проблема с которой я столкнулась в первом варианте когда работала с курсом в аудитории плюс онлайн в рамках непрофильного предмета аудитория плохой к сожалению организованности студентов некоторых к счастью большая часть студентов все-таки была дисциплинирована следовала инструкциям и тот навигация которая была мной выстроена она действительно им помогала информатики вообще народ очень дисциплинированный они шли по инструкции делали то что было нужно выполняли задание как только возникали вопросы они мне их задавали и мы с ними решали эти вопросы в аудитории ну или через обратную связь между занятиями в то же время была небольшая часть студентов которая к сожалению не смогла войти в онлайн формат это студенты которые позже присоединились курсу или которые не выполняли задание вовремя на платформе а все-таки платформа подразумевает дедлайны и некоторое задание если я сейчас войду в этом или в другом курсе в задание первой части вы увидите что их сделать уже нельзя они уже закрыты для проверки и если студент оказался не очень ответственным сделал это позже вернее попытался сделать это позже у него это сделать уже не получится были такие проблемы как я уже сказала в таких ситуациях к сожалению преподавателю приходилось давать дополнительные задания чтобы студент компенсировал свои пропуски свои проблемы таким образом то есть проблема студентов к сожалению превращалась проблем преподавать пожалуй это была единственная и основная проблема то есть студенты ответственные хорошие студенты не очень ответственные с которыми приходилось как-то дополнять эту работу то что касается второй части изучения сугубо практика ориентированного предмета изучение иностранного языка и переход с живого формата на формат онлайн здесь я бы выделила сильные стороны такого формата и слабые стороны или проблем но для начала сильная сторона студенты из разных стран кто-то уже успел уехать до закрытия границ сейчас несмотря на то что мы находимся в разных странах и даже в разных часовых поясах мы со студентами проводим занятия то есть у нас есть расписание вы тоже могли это видеть в системе каждый вебинар обозначен есть ссылка есть задание студенты эту систему отслеживают все выполняют заходит нужное время в зум и мы все кто в россии кто в швеции кто в чехии кто в германии из разных стран объединяемся и проводим занятия то есть те студенты которые уехали за пределы россии они продолжают у нас учиться и в данном случае онлайн формат это конечно формат без границ он нас спасает использование массу открытого онлайн курса дает плюсы в виде разных тренажеров до грамматических аудиальных когда студенты прослушивают аудио и записывают свое аудио смотрит видео еще раз говорю о том что это материалы подобранные специально под их языковой уровень другими специалистами в данном случае не мной которые уже поработали над этим курсом и создали прекрасный курс который можно использовать студент материалами очень довольны и они сами отмечают то насколько они очень хорошие качественные это из плюсов из минусов к сожалению есть технические проблемы и тут тот вопрос который задавала наталья про отсутствие камеры например он оказался достаточно актуальным поскольку формат полного онлайн обучения достаточно внезапно пришел не все успели оперативно подготовиться плюс студенты многие те кто не уехал живут в общежитии поэтому к сожалению возникают проблемы до отсутствия камеры у кого-то или не очень качественный звук в языковых курсах это важно проблема когда студенты в одно и то же время занимаются в комнате у всех идут занятия в одно или пересекающиеся время по разным предметам и у них возникает проблема с вот этими ситуациями проблема когда студент когда скорость интернета не позволяет студенту качественно воспринимать контент речь преподавать или какое-то видео на занятии к сожалению это тоже есть но к счастью я на примере своих групп столкнулась с этим пока еще в минимальном варианте по минимуму то есть вопросы возникают проблемы возникают ситуативно но как правило они решаются достаточно быстро и не переходит в какую-то массовую массовый формат я знаю что разные преподаватели с этим сталкиваются по разным и пытаются решить эти проблемы видимо это пока еще такое последствие переходного несколько формата а вообще в целом мои студенты очень хорошо этот формат перешли иностранцы я имею виду именно эту группу и с удовольствием осваивают разные ресурсы в том числе и курс представлен на открытом образовании о котором я вам сегодня говорил уважаемые коллеги я буду очень рада если вы мне зададите вопросы с удовольствием на них отвечу возможно я не затронула какие-то потенциальные проблемы еще которые могут быть может быть кто-то из вас с ними сталкивался я на своем примере не сталкивалась поэтому могла о них ничего не сказать и буду рада рассказать о том как бы я это решила ну или о том как я это решала если все таки сталкивался с этим всякий случай напоминаю всем чтобы задать вопрос если вы его задаете не в чате а голосом вам необходимо включить свой микрофон я вижу что у некоторых участников микрофоны сейчас деактивированы чтобы его включить вам нужно сделать это в левом нижнем углу вашем окошечке зума коллеги пока думают наши участники я несколько слов скажу огромное спасибо не на александровна очень интересно я хотела бы просто дороге информация сказать коллегам что у нас есть специальный методический массово открытый онлайн курс по моделям встраивания блоков образовательный процесс которым вот не на александровна тоже там есть ее небольшой 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 на скринкаст она рассказывает о своей своей практике он расположен и есть на платформе открытого образования то есть это достаточно такой открытый курс если интересно можно более подробно в нем технологию посмотреть мне кажется она была вот самое главное что там есть одно все было очень хорошо представлены свой курс и курс чужой спасибо большое было чрезвычайно интересно коллеги ваши вопросы спасибо большое светлана борисовна я присоединяюсь к этой рекомендации действительно курс который создавался институтом дистанционного образования тгу очень полезен ну вот сейчас уже новые какие-то открытия возникают в этой области потому что если бы честно хочу сказать если бы мне до этого периода сказали о том что иностранный язык можно полностью преподавание иностранного языка перевести дистанционный формат наверное я бы достаточно скептически отнеслась к этой идее тем не менее это оказалось возможно я сейчас не буду сравнивать до смело преподавание в аудитории и преподавание онлайн именно в случае с изучением языка плюсы и минусы достоинства и недостатки все-таки это совсем разные форматы но оба безусловно имеет право на существование у обоих безусловно есть плюсы существенные плюсы и сейчас работая в таком формате мы преподаватели получаем потрясающе потрясающе ценный материал для анализа поэтому нужно его фиксировать и я коллег тоже призывают делать фиксировать анализировать перерабатывать да и делать для себя выводы методически для дальнейшей работы что может из онлайна остаться и в живом преподавании чего мы раньше не использовали а и может быть даже более удобно такую маленькую реплику еще скажу допустим когда я занимаюсь в зум со своими студентами я тоже включаю совместную демонстрацию экрана и впечатываю те слова и фразы которые они мне говорят в рамках презентации или в рамках документа это не важно для иностранцев это очень удобно поскольку когда преподаватель пишет руки на доске в классе это не очень наглядно у всех разный почерк да это обычно происходит ну скажем так в спешке торопясь и здесь студенты просто счастливы вот такой неожиданный нюанс оказался или я могу открыть быстро какую-нибудь интернет страницу чтобы проиллюстрировать слово или выражение или какой-нибудь какую-нибудь картинку да которую нужно показать студентам поэтому конечно здесь тоже есть вот такие плюсы марина спасибо большое спасибо что тут были просто нет не все сообщения появляются в общем чате наталья и вам спасибо здесь тоже можно рукой на доске я согласна но студентам больше нравится когда это печатные буквы у них свой корыстный интерес что а и еще кстати мы работаем в презентации обычно вот еще одна причина презентации я скидываю студентам после занятий то есть там же в мудл я их загружаю после каждого вебинара и студенты имеют возможность обратиться к примерам которые мы разбирали обсуждали на занятии а поскольку они изучают язык многое воспринимается на слух плохо чем больше они имеют возможности обратиться к зафиксированному письменному тексту тем лучше поэтому вот тоже такое неожиданное открытие неожиданный плюс хотя и маленький но все равно приятно насколько я понимаю вопросов к сожалению нет у коллег жаль я была готова ответить на все вопросы если бы они возникли коллеги видимо тогда мы будем завершать наше сегодняшнее общение очень рада была рассказать вам о своем опыте и буду конечно рада если мой опыт для вас окажется полезным и вы сможете его использовать уже в своей практике опираясь на свои онлайн курсы на чужие онлайн курсы или может быть задумываясь о создании своего онлайн курса если такого пока еще нет вы понимаете сейчас что хотите его использовать в своей практике преподавания большое спасибо за внимание и всего хорошего